Республика Индия Командир танка Капитан Шутла Вивик Кумар Наводчик-оператор Капрал Хорор Джулиан И механик-водитель Капрал Мандип Синг Третья огневая дорожка Все продолжит и продолжит мешать команде для того, чтобы показать прекрасный результат и вырваться только на какие-то лидирующие позиции Ну что ж, а у Армении и у Венесуэлы тоже сегодня очень важный заезд, если команды Армении преодолеет рубеж 36 минут 47 секунд выйдет из этого результата то вполне вероятно попадет в эстафету Также Венесуэла, если выйдет за пределы 38-21 точнее сказать, проедет быстрее, чем 38-21, но тоже вполне вероятно пройдет в полуфинальные эстафеты которые уже начнутся с вторника, друзья С 8-го числа начинаются эстафеты 8-го, 9-го, 10-го полуфинальные эстафеты, друзья мои, да, это, конечно же, еще интереснее, еще насыщенней В эстафетах принимает участие сразу же вся команда в полном составе Огнем и что-то, что-то здесь не так Почему это пока невозможно объяснить но я думаю, что сейчас мы обязательно это снимку от Сузи но не посмотрим на третью первую дорожку полимеранская трюлька Венесуэлы отправляется на трассу гидральной горки танкового пиатлона так, Змейка, участок маневрирования ну что ж, посмотрим, как удастся пройти механику водителю из Венесуэлы лейтенанту Санжесу Агиларо Альфредо Хосе этот, ну достаточно простой, но в то же время периодически приносящий проблемы экипажам красная мишень не поражена, друзья к сожалению, не поражена да, к сожалению, всей Индии всей многомиллиардной Индии которая сейчас также прилинула к экранам своих гаджетов, своих ноутбуков прямой трансляции наблюдается выступлением своей команды и второй выстрел Т-90 есть попадание, но немножечко нужно было собраться с мыслями, с духом и все получится что и демонстрирует нам сейчас научный оператор Кабрал Харро Джулиан и третий выстрел, третий мишень дальность до нее 1800 метров есть выстрел и есть попадание ликуют трибуны болельщики Индии не слышно вас, не слышно вас совершенно друзья мои, погромче, погромче нужно поддерживать свою команду и я отправляю всех прошла брунт, отправляется на холм на данный момент в повторе посмотрим боевую стрельбу Индии, ну вот один из выстрелов это тот самый выстрел когда, к сожалению, попадание не было очень близко но нет, а вот это второй выстрел и четкое попадание в мишень мишень номер 12 была поражена ну что ж, преодолевает штрафной круг нарушение Индии на холме нельзя останавливаться ни в коем случае нельзя сказывать прыжком с прыжком Т-90 Пишма рвется в пинанка следующий выстрел у Венесуэлы дальнейшую сейчас демонстрирует нам представители Венесуэлы а вот команда Индия на втором косогоре второй косогор сейчас, например, предлевает механик-водитель Индии здорово справляет не было, допустим, на нарушение очень замечательно прошла и эскарт и сейчас выходит на рубеж введение огня рубеж введения выполнения второй огневой задачи но это мишень номер 25 вертолет так, друзья, ну что ж это время Венесуэлла завершает прохождение штрафного круга красный вертолет поднят для команды Республики Индия стрельба ведется из зенитного пулемета 115 боеприпасов авто 90 закрытая пулеметная установка итак, боевая стрельба по красной мишени вертолет есть попадание нет попадания километр штрафного круга боевой стрельбой под возглавное решение вертолет ввел командир танка Республики Индия это капитан Шукла Вивек Кумар молодой, 26-летний три штрафные круга получает команда Республики Армения к великому сожалению всех болельщиков и конечно же самого экипажа тренеров итак, проносится Индия проходит к Гроду посмотрите, какая скорость ой-ой-ой-ой ну как же справится с управлением механик-водитель удастся ли ему сейчас правильно и грамотно войти в поворот давайте посмотрим скорость танка Т-90 Т-80 придарить 30-летний круг и лидер к сожалению друзья а вот и Индия проносится перед Гриболови стопорит автомат проходит противотанковый рот итак, внимание отсечка команды Республики Индия 15-40 ну что ж сколько же будет времени по преодолению второго круга ну нужно нужно Индии выходить из 21-26 секунд приветствуем третий экипаж 2-й день именно амбонисмента друзья вот золотые замечательные ребята браво 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 команда Индии 15-40 8-1 прыжков ох это нужно повторить друзья это нужно повторить посмотрите внимательно на экраны это самый высокий и длинный прыжок за весь танк кубятном который прошел как Т-90 не зря его называют летающий танк да действительно в полете фактически завис в мосту и преодолел очень здорово колейный мост итак друзья для попадания в тройку лидеров в Индии нужно преодолеть индивидуальную гонку быстрее чем за 21 минуту 26 секунд каждого заезда отправляется к мишеням и смотрим ну что загрузка загрузка боеприпасов здесь конечно попроще чем на площадке загрузки боеприпасов первой огневой задачи по 25 мишеням здесь загружает и заряжает пулемет команда Индии заряжает пулемет спаренный 7,62 мм ну а команда Венесуэлы в зенитный пулемет 12,7 мм утес итак друзья внимание несколько мгновений очень рано очень рано команда республики Индия точнее сказать на очень оператор включил стабилизатор на системе системой управления огнем есть попадание аплодисменты это Индия это на очень оператор Кабрал Хора Джулиан давайте посмотрим на вертолет имитирует и находится на расстоянии в тысячу метров так Микай реквадитель Кабрал ДНТ Синг сейчас со штурвал танка Д90 пишет но друзья я предлагаю всем посмотреть с какой скоростью мчится танк ох невероятно ох невероятно да здесь точно можно если нас не догонят так гоняйт танк Никарагуа гоняя больше чем на круг и вот вираж вы видите как в ковороте брызг но это не прыжки в воду не соревнования по прыжкам в воду потому что бы не было брызг здесь нужны брызги здесь нужно охладить свой танк что и не важно и переживания конечно же зашкаливают потому что очень близки показатели а вот и обгон демонстрирует нам представители Индии да набирают скорость следующая передача 1000 лошадиных сил мощная сблика танка 590 пишма скорость на 60 км в час ну это же немного более 65 21 минута 56 секунд друзья время у команды Минди к сожалению этого не хватает но не будет торопиться еще будет осмотр мишени после этого могут быть несуты корректировки потому что ну безусловно здесь отсюда нам быть может плохо видно и бывали такие случаи когда все субийские коллеги отправляются на мишени посмотрите и не является подальше после чего отнимается время проходения софтного круга итак посмотрим на финиш команды Индии друзья ну что ж давайте приготовимся аплодируем встречать наших братьев из Индии замечательных танкистов прекрасных специалистов своего дела да мужчин с большой буквы итак финишная прямая несколько метров буквально несколько метров постоялся до финиша встречаем Республика Индия 3 2 1 финиш это была Республика Индия друзья мы этому командир танка капитан Шурклаби Кумар научик операторов Капрал Хороджулиан и механик водитель Капрал Мандип Син браво в это же время команда Армении готова вести боевую стрельбу по пешению номер 25 это веру так друзья ну что ж мы видим Индию которая принимает поздравления от своих коллег от своих друзей и посмотрим на Венесуэлу которая вышла на огневой рубеж друзья синий танк какой-то специальный знак демонстрирующий свое уважение и свое конечно же радость друзья лучшие моменты сейчас представлены в процессе поражения индивидуальной гонки Республики Индии вы видите одно из одно из боевых стрель по пешению 12 вот он тот самый знаменитый прыжок я думаю это будет один из самых самых зрелищных моментов танка у пиатлона один из самых высоких прыжков танка поражение эскарпом команда Республики Индии к сожалению не проходит стройку лидеров но гарантированно обеспечила себе место